В должность главы первосинюхинского сельского поселения Ольга Мелько вступила в сентябре 2016 года. На раскачивание новому руководителю местной администрации времени не было. Обозначив план работы, поселковое руководство приступило к действию. Итоги деятельности за 2016 и перспективы развития текущего года глава Ольга Мелько доложила на открытой сессии Совета поселения. Заседание провели в местном Доме культуры. Здесь собрались депутаты, актив поселения. От района администрации приехал Игорь Чигаев. На территории проживает почти 2000 человек, из которых около 40% трудоспособное население. Основным источником доходов для жителей поселения остаются личные подсобные хозяйства. Их в первой сенюхе зарегистрирована парадка 550. Жители занимаются приусадебным хозяйством, животноводством и даже рыбоводством. Глава отметила, что в личных подсобных хозяйствах снизилось поголовье крупного рогатого скота. Соответственно, снижается и производство молока. Показания по производству мяса в этом году немножечко выше, чем в прошлом году, но тоже ненамного. Есть примеры сезонного выращивания птиц, бройлеров, уток, усея, индюков, но тоже это очень мало в количествах. В основном вы тоже знаете, у покойного у нас, значит, вплоть до страусов есть, у мамедовой, у Наталии, значит, большое поголовье птиц, у дроговоза они занимаются индейками, у калинина. В 2016 году владельцы ЛПХ получили государственную поддержку в виде субсидий за молоко и мясо, а это почти 2 миллиона рублей. Селяне стали активно заниматься выращиванием земляники, а глава крестьянско-фермерского хозяйства Бура в прошлом году заложил сад. Теперь в футаре первой синюха будут выращивать сливы, но все же основным направлением малых форм хозяйствования остается овощеводство. С каждым годом в поселении все больше появляется теплиц. Общее количество площади, занятой закрытым грунтом, в поселении 18 645 квадратных метров. За 2016 год было построено 1800 квадратных метров. Занимаются в основном выращиванием рассады, зеленых, овощных культур весенне-осеннего оборота. Две семьи Хачатрян и Гусейнов занимаются выращиванием цветочных культур с последующей реализацией в Лобинске, Краснодаре и Ставрополе. В прошлом году одна семья прошла обучение в учебно-методическом центре развития ЛТФА при Министерстве сельского хозяйства по программе возделывания овощных культур в закрытом грунте. На заседании глава поселения рассказала, что было предпринято для формирования главного финансового документа. По доходам за отчетный период бюджет составил почти 9,5 миллионов рублей, из которых собственных 4 миллиона 386 тысяч рублей. Остальное поступление из разных бюджетов. За последние три года впервые был выполнен бюджетный план по поступлению в бюджет. Даже мы сработали немножечко с прибылью по отношению к 2015 году. Секвестировать ничего не пришлось, нам хватило своих денег. Одно из приоритетных направлений в работе местной администрации – это благоустройство территории. На ремонт дорог в 2016-м затрачено почти полтора миллиона рублей. Данная работа продолжится и в текущем году, заверяет глава. На это в бюджете заложено около 800 тысяч рублей. В течение отчетного периода на территории проводили работы по уличному освещению. На многих светильниках заменили лампы на энергосберегающие. В этом году в поселении решится давняя проблема – водоснабжение. Водяные сети у нас все-таки на 80% уже считаются изношенными, поэтому удалось в прошлом году при помощи Ивана Петровича Артеменко из резервного фонда «Края» министерства ЖКХ во главе с Волошиным нам помогло получить башню Рожновского новую, которая у нас пришла в негодность, и полтора километра трубы пластиковой на замену. В планах у нас в этом году это все поставить и поменять. Поэтому напряженность такая сильная с водой у нас в этом году должна быть ликвидирована. А все остальное из дорожного фонда мы ремонтировали дороги, ямочный ремонт делали. В этом году мы будем продолжать это делать. В этом же году мы заключаем контракт с одной организацией из Краснодара, которая нам будет делать проектно-сметную документацию и полностью всю топографию для укладки тротуаров, которое необходимо именно было по предписанию уже судебному, по двум улицам поселения сделать. Вот на одну, на первую, допустим, очередь в размере примерно одного километра мы в этом году запланировали такие средства, попытаемся войти в программу софинансирования. Если все получится, значит первый километр в этом году будет. Говорили на сессии о развитии социальной сферы поселения, а также физической культуры и спорта и молодежной политики. На территории еще много проблемных вопросов, которые необходимо решать. Это ремонт сети водоснабжения, строительство спортивных площадок, медицинское обслуживание, в том числе оснащение селян лекарственными препаратами. В целом работу главы и аппарат администрации первосинюхинского поселения признали удовлетворительной. Заместитель главы района Игорь Чегаев в заключительном слове отметил, что взаимодействие с населением, повышение уровня и качества жизни людей, сохранение социальной стабильности, поступательное развитие всех отраслей экономики должны остаться главным приоритетом в работе. Чувствуется, что у вас хорошая крепкая обстановка, вы друг друга понимаете, поддержите. У вас, несмотря на то, что оценили на 12 место, я не хочу давать этому оценку, но я с этим душой не согласен. Денег не хватает, но вы чувствуете, куда их нужно направить, какая вода, какая нужна башня, какая есть программа, кого побеспокоить, потеребить в хорошем смысле слова, чтобы они помогли. Даль Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». οι оружията «Лоба»